Здоровки, Омега! Рад приветствовать тебя на канале Омегона и сегодня у нас реакция на Римворд за 100 часов. Этап 1 из 3. Их всего 3 части, поэтому погнали посмотрим. Погнали! Времени бытия. Вы на пороге открытия новой рубрики за 100 часов, которая направлена на изучение механик игры за определенное время. С целью становления в ней продвинутым игроком, который сможет проходить игру без особых проблем даже на самой высокой сложности. Можно сказать, что это та же рубрика 100 дней хардкора, либо 50 забегов с нуля. Только для стратегических игр со сложными механиками, кучей информации и подобным. Саму рубрику 100 часов я разделил на 3 этапа, или же 3 видоса. Это освоение, где я только начинаю погружаться в атмосферу игры. Закрепление, где я познаю все механики игры. И внедрение, где я на самой высокой сложности попытаюсь использовать все полученные знания и пройти игру. RimWorld стала первым кандидатом. И скажу вам, что даже после первого неудачного сценария я был просто в шоке. Насколько сильно все может измениться всего в один миг. Возможно 100 часов для RimWorld это маловато, тем не менее я постараюсь сделать для вас контент как можно интересней. Даже если вы никогда не играли в эту игру. Но все по порядку. Начинаю историю сразу же после небольшого отступления. Я частенько пользуюсь смартфоном, как и на ве... RimWorld довольно необычная игра, я бы сказал. В которой ты можешь делать много всякого непотребства. Что в дальнейшем может прийти к неприскому. Это мы уже знаем из обзоров о Вейленда. И с это знаем великолепно. Великолепно познакомились с этой игрой. И Red 2D мы уже посмотрели тоже по RimWorld. Очень много авторов сняло RimWorld. И я реально могу сказать с уверенностью, Римчик он прям... Это зачетненькая игра по-своему. Но я в нее не играл. Но благодаря обзорам я о ней просто знаю. Разумным событием. Но в этом то и есть суть. Сделать сценарий подобный голливудскому фильму. Вот это я понимаю. В общем первый этап у меня занял ровно 7 часов. И кстати время проведенное в игре я оставлю вот здесь. Чтобы вы примерно понимали на каком я фрагменте прохождения. За это время я полностью смог ощутить какая задница меня может ждать в дальнейшем. Я прошел обучение. В котором понял самые примитивные вещи. О которых можно было догадаться и самому. Но где же объяснение более сложных моментов игры? С этим игра мне сказала знакомиться самостоятельно. Я не стал продолжать свое прохождение в обучающем мире. Как-то это неправильно получается. Лучше начать с нуля и сделать все самостоятельно. Так я научусь играть быстрее. Ознакомительное соло прохождение я начал с стандартного сценария. Аварийная посадка. И это логично. Раскащица Кассандра классическая. Со сложностью борьба за выживание. Чтобы не было слишком легко или сложно. Золотая середина сейчас в самый раз. Чтобы понять что происходит в этой игре. И главное. Ответственный режим. Без него как по мне интерес к игре будет значительно меньше. Настройки мира дефолтные. Довольно долго выбирал место приземления. И все таки выбрал вот эту точку в тропическом лесу. Как мне показалось это довольно легкая местность. Еще дольше времени у меня занял процесс выбора персонажей. Я очень старался подобрать их так. Чтобы у меня были все навыки. Ну или те которые я посчитаю нужными в данный момент. Возможно я просто найду скоро еще кого-то из людей. И восполню недостающие навыки. Первый персонаж. Саня Санечка Санечек. У нас будет человеком большого ума. Который отчасти является пацифистом. Но при этом обладает кучей других полезных навыков. Надеюсь он не умрет от старости. Ведь Саньку уже 86 год пошел. Да катарактой страдает. Второй персонаж Михаил Говноедов. Или же Мишаня. А вот Мишаня лучше не злить. Мало того что у него эмоциональная нестабильность. Так он и хорошенько может кого-нибудь разъебать. Ну и ремеслом владеет достаточно хорошо. Знать бы еще каким. Степан Степаныч. Обычный работяга который привык работать на заводе. К сожалению он забыл о простой работе. Ему под силу только долбить скалы до конца жизни. Кстати в данный момент я смотрю только на статы персонажей. Меня абсолютно не волнует его черты характера. И что он не может делать. Главное чтобы делал свое дело. Трое работяг приземлились на планету. И я сразу же начал вспоминать что я делал в обучении. Сначала разместил склад. Потом захотел построить неподалеку небольшой домик. Чтобы парням было где спать ночью. Но не найдя гребаные стенки принялся к другому занятию. А именно разрешил мужикам отнести все на склад. В данный момент я обильно использую паузу. И просто куча времени уходит на то чтобы банально найти в проектах то что мне нужно. Приказал мужикам долбить какую-то породу и срубить все близлежащие деревья. Думаю дерева мне понадобится очень много. Разместил небольшое помещение 11 на 7. И сразу решил нанести деревянное покрытие. Где-то же все равно будет подвох потом. Где-то же будет потом подвох. Ибо из обучения я понял что покрытие поверх мебели ты уже никак не нанесешь. Чуть ниже дома сделал небольшой сад. Где посажу рис. Поставил три самые обдристанные кровати и факел рядом с ними. Чтобы ребята ночью кровать друг друга не перепутали. Самое важное не забыл сделать крышу. К вечеру поставил проекты самой обычной плиты. И рядом с ней стол для исследований. Как говорится в тесноте да не в обиде. Время подошло к ночи и мужики отправились отдыхать. Проснувшись Степаныч пошел долбить скалы. Мишаня складировать ресурсы. А Санечка добывать дерево. Все идет просто чудно. Я уже потихоньку начинаю влюбляться в эту невероятную мужицкую атмосферу. Почему бы не сделать отдельное здание под склад подумал я. Нужно срочно этим заняться. А то разбросанные по земле вещи смотрятся очень неэстетично. Да и мало ли кто-нибудь их спиздит. Как было написано в уведомлениях. Мне нужно построить загон. Его я как раз таки и начал строить возле дома. Исследованием я выбрал солнечную панель. Если честно я просто не знал что мне выбрать. Солнечная панелька по любому пригодится. Прилепил ее и не мучаешься с энергией подумал я. Когда я увидел что мужики кидаются подковами в здание. Я подумал что с какого то хуя начался бунт. Но вроде никаких уведомлений не было. Это я просто назначил в распорядок дня. Три часа принужденного развлечения. Хмм звучит. Это такое принужденное развлечение подковы кидать. Что? Я сказал с долей коммунизма. Нужно перенести в другое место эту хрена тень. Утром я нашел залежи стали и сразу же приказал нашему Степанычу отдолбить их. Я пока что не очень понимал почему никто не занимается исследованиями. Но ладно пока пусть работают. Этим днем загон и склад были готовы. Мне прислали уведомление о том что нужны оборонительные сооружения. Ну а я че? Я и построил парикады из дерева. Потому что на мешке с песком у меня не было ткани. К ночи мне впервые пришел торговец. У которого я ничего не купил из-за непонимания как торговаться. Загон я кстати построил для своей якобы прирученной лошади. Которая почувствовала себя носорогом. И легла спать рядом с ними. Я не понимаю как загнать эту скотину в загон. Этим днем я наконец понял что нужны стопы. А что с лошадью? Они же обычно стоя спят. А куда она сложилась? Для того чтобы мужики могли где-либо работать. Кушать и так далее. Пока я собирал табуреты как когда-то на уроках труда. Где-то в мире сошла с ума одна обезьяна. Которая направлялась как раз таки в поселение к моим мужикам. Это меня немного волновало. Мишаник встал в стойку и делает первый выстрел. Второй выстрел. Знаешь почему у тебя не будет детей? Потому что ты косой блин. Ну как так то? Обезьяна подошла вплотную и я жду пока будет еще один выстрел. Но он не стреляет впритык. Тут я понял что нужна рукопашка. И суровый Мишаня запиздил бедную сумасшедшую обезьянку. Это была моя первая битва. Мишаня истекал кровью и я не знал как ему помочь. Да и в целом всем было на него насрать. Увидел во вкладке здоровья что ему не так уж и плохо. Поэтому волноваться не стоит. Следующим утром наконец-то Степаныч приступил к исследованию солнечных панелей. Внезапно мне предложили назвать свою фракцию и мое поселение. Название фракции Стальные мужики и поселение Вайтран. Думаю звучит неплохо. Мишаня кстати уже выздоровел и полностью приступил к работе. Ночью пока все спали я решил расширить дом и начал планировку. Все таки из-за маленького места у них плохое самочувствие. И к тому же исследование длится очень медленно. Стройка шла полным ходом. В то время как к нам завалился незваный гость с враждебного племени. Я сразу выстроил мужиков в шеренгу и начал готовиться к бою. Думаю нам стоит напасть первыми. Но кто же знал что Мишаня и Степаныч ебучие косые дятлы. Которые начнут стрелять во врага через слонов. Хватило два попадания как на нас сагрились три слона. Сначала под удар пришелся Санек. Потом в расход пошел Степаныч. А потом и Мишаня. Пока слоны гнались за Степанычем и Мишаней. Неандертали с другого племени попытался втихую спиздить Санька. Не знаю даже для каких целей. Слоны бросились и на него. И как я считаю это вполне справедливо. Минус вонючая падла. И думаете что это все? Как бы не так. К нам в районщик пожаловал какой-то незнакомец в черном. Который возможно хотел нас как-то спасти. Или арестовать того кто на нас нападал. Но к большому сожалению слоны запиздили и его. Какова мораль? Не трогайте бедных слонов. И не давайте своим дебилам стрелять раньше времени. Это как в Far Cry. Не надо лишний раз трогать носорогов. Либо медведей. А лучше носорогов вообще не трогать. Ну их нафиг. Я никогда не забуду как бегал от носорогов просто в четвертом Far Cry. Это незабываемые впечатления честно. Первым скончался Степаныч. Вторым Санечка. А вот суровый Мишаня держался еще целых два дня. Но увы. Это конец моего первого сценария. Второй ознакомительный сценарий я бы назвал целой Сантой Барбарой. И я очень удивлен. Девчачья племя? Походу и вправду девчачье племя будет. Меня встречают первые истории, о которых уже можно делать целый рассказ. Все то же самое, кроме персонажей. В данной истории у нас присутствуют три женщины. Не знаю даже как так вышло. Но менять скиллы мне уже не хотелось. Мария Петровна, Зоя Николаевна и Светлана Светочка. Они давали мне следующие навыки. Прошу заметить, что никто из них не умеет готовить. Чисто суровые средневековые бабоньки. Я сразу же начал с обустройства дома. И теперь он будет чуть больше, чем в прошлый раз. Засадил картофель. К большому сожалению, к ночи не была готова третья кровать. И бедной Светлане пришлось спать под кустом в куче дерьма. Утром я отправил женщин копать золото. Ну зато тепло. Зато чё тепло. Самое главное. Обмазалась дерьмом. И ветер не задует никуда. Ничего. Копать как ни странно пошла Светлана. После такой-то уж ночки. В принципе я понял. То, чем мне нужно будет заниматься поначалу. Но вот что делать потом и как дальше развивать своё поселение. А уж тем более путешествовать по миру я не очень понимал. Но думаю рано или поздно дойду до этого. К вечеру я построил небольшую столовую. И стол для исследований напротив этой столовой. Посмотрел на Вики из чего делать ткани. Посадил хлопчатник. Мне нужны мешки с песком. Чтобы отражать нападение всяких дебилов. Надеюсь мы не умрём пока он созреет. По карте я наблюдал обильные залежи стали. Но они были довольно далеко. Одно дело вскопать. А другое дело перенести это через пол карты. Сейчас объектом исследования я выбрал ковку. Чтобы создать мощное снаряжение. Думаю лишним точно не будет. Поставил в доме шахматный столик. Иначе девки с ума сойдут. Знаете я бы сказал что сейчас уже всё идёт куда быстрее чем в первый раз. С прихожанами я не имел желания говорить. Так как был постоянно занят. Да и пока что я не очень богат. Следующим днём бабоньки занялись постройкой здания для склада. И поставили первый генератор на дровах. Только питать пока что нечего. Пока Зоя и Светлана строили склад. Мария успешно занималась исследованием. Я тем временем занимался уже новым проектом. Чуть ниже нашей спальни с кухней я хочу сделать рабочую зону. Где будут стоять различные столы для создания чего-нибудь. Опять на нас сагрилась сумасшедшая обезьяна. В этот раз Мария её быстренько застанила и вырубила прикладом. Не получив при этом кровотечения. Ночью когда все легли спать к нам припёрлась ещё одна куча торговцев. Но я также продолжаю их игнорировать. Назвал фракцию суровые бабоньки. А поселение Вильхельм. Склад достроен. Что меня очень радовало. Ведь теперь бабоньки могут приступить к постройке рабочей зоны. Кстати возможно вы потеряли Светлану. Так вот же она в шахте копается. Вон сколько уже всего добыла. Следующим днём рабочее здание было готово. Осталось только дождаться пока достроят станки для работы. Опять в самый неподходящий момент атака врага из враждебного поселения. В это время Светлана тащила булыжник на склад. И подвергла себя смертельной опасности. Если бы я её не предупредил. Она бы сдохла. Но донесла бы этот булыжник до склада. Быстро подбежав к базе. Я приказал остальным открыть огонь по врагу. И посмотрите-ка с какого расстояния Машка попала по дебилу. Зоя немного промахнулась и получила по лицу из-за этого. Светлана пришла на подмогу и пырнула ножом дебила. Защитив при этом Зою. Теперь я понимаю насколько смертельными здесь могут быть повреждения. Врага я добивать не стал. Ибо он почти убил Зою. В отместку пусть мучается от боли и гниёт на улице. К нам снега... Оооо, это однако, однако это сурово. ...бирался ещё один враг. Но благо приземление его было не совсем мягким. Я конечно мог его завербовать. Но пока что не знаю как это делать. Поэтому пусть гниёт. На третий день после ранения Зоя выздоровела и приступила к постройке станков в рабочей комнате. Не знаю почему остальные не стали их достраивать в течение всего этого времени. Хотя возможно я что-то недопонял в приоритетах. Я всё время старался поддерживать достаточно большое количество ресурсов, из которых можно строить. Много запасов еды я не делал и не охотился на животных. Так как боялся, что вся моя еда протухнет. Кстати я там изучил первую технологию, которая открыла мне новые штукенции. А именно плавильню и кузню. Было бы очень глупо строить эти станки в деревянном доме. Поэтому рядом с моим домом я сделаю пристройку из стали. Которая надеюсь не расплавится от пламени печей. Да и вообще надеюсь пожаров никогда не будет. И багнетушителей у меня нет. Но чё я начал планировать, как будет проходить провод. От моего генератора на дровах. И не удивляйтесь то, что все спят на земле. Я просто решил построить роскошные кровати вместо обычных. Чтобы настроение было хорошим. Но они не успели их построить. Вон светка рядом с трупом и пантеры прилегла. Куча рабочих станков уже стоит. Но одна проблема. Я без понятия как... Да, светки походу уже по кайфу. Ей пофиг вообще. Нужны ресурсы для создания чего-нибудь. И вообще как отправлять человека работать на них. Ну ладно, потом как-нибудь разберусь. Главное, что они просто есть. Ночью не успели построить кровать для Зои. Поэтому она спала в стальной коробке. Я не понимал, почему в электрокузне нет электричества. Я же вроде провел провод. Но все равно ничего. В этот день на бедную Светланку с какого-то хера сагрилась пантера. И она почти разорвала ее. Но благо девки быстренько среагировали и добили пантеру. Маша понесла Светлану на кровать. И пока Зоя лечила Свету, она умерла от потери крови. Зоя. Уже после смерти, Зоя вылечила рваную рану. Покушала и легла спать вместе с трупом. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что Свету можно съесть. Да, вот просто взять и съесть. Сейчас я конечно же не стану этого делать. Отнесу ее тело гнить на свалку. Теперь дела будут идти все хуже и хуже. Ведь нас осталось только двое. Наконец-таки понял, как заставить работать моих людей на станках. Но до сих пор не понимал, зачем мне нужно вязать те же вещи. Если в моей местности лето круглый год. Или переплавлять металлолом. Ведь даже не показано, для чего он нужен. Ладно, на этом этапе разбором заниматься не буду. На следующий день на нас опять напали. Благо у врагов постоянно только нож. Как я понимаю, чем дальше, тем суровее враги. Мне срочно нужно каким-то образом раздобыть нового человека. Один человек с ножом почти зарезал двух людей с огнестрелом. Благо я смог замансить Зоей. Иначе это был бы конец. В этот раз я успел вылечить свою подругу. Ко мне заявился очередной караван. И в этот раз их была целая толпа. Ну, я и решил попробовать с ними поторговать. Продал я все запасы золота и купил себе не самую дешевую рабыню. У которой были довольно неплохие статы. Я был очень рад тому, что у меня пополнение в поселении. Но, кстати, моя рабыня является пацифистом. Поэтому боевой мощи мне не прибавилось. Только рабочая сила. Ну и так сойдет. Наконец созрела картошка. Ну, мне кажется, или они жрут ее сырой? Ну, ладно. Их дело, конечно. Наконец-таки до меня доперло, что в моей кузне просто не хватает электричества. На следующий день впервые за станок села рабыня. Переплавила немного чего-то. А к вечеру она села выковывать булаву в кузнице. Но, кажется, так ее и не закончила. Она просто осталась там лежать и к ней она больше не приступала. Поставил еще один генератор и кондиционеры. Тропический лес как-никак. Жарко, наверное, в помещениях у них. Созрел хлопчатник. Слушай, а он прям активно проходит. Это всего лишь-то 4 часа игры. Неплохо. И у меня теперь куча ткани. Которая как раз-таки мне нужна для создания адекватных укреплений. С ними-то я теперь буду чувствовать себя в безопасности. У меня закончилась сталь. И я отправил на добычу всех троих. У меня появились первые задания. Одно из которых пиздецки сложное, а второе чуть полегче. Отправить караван в объект неподалеку. Но с таким маленьким поселением и без какой-либо подготовки идти слишком опасно. Даже на такое маленькое расстояние. Неожиданно, но все женщины сошли с ума на несколько дней. Что делает игру за женщин еще более реалистичней. В этот день под руку женщина попался еще один дебильчик. Который даже не подозревал, насколько он влип. Наконец-то впервые из-за нападения никто не пострадал. Я решил взять его в пленнике и соорудил для него шконку. Поселил его в горячем цеху. Попробую его завербовать. Пока вербовал пленника, случилось то, чего я никак не мог ожидать. Внезапно, но Зоя полностью двинулась кукухой. И теперь она дикарка. Которую даже можно приручить. На этом моменте, кажется, я влюбился в эту игру. К сожалению, приручить ее невозможно. Так как ни у кого нет такого высокого скилла животноводства. Если так и дальше пойдет, я просто пристрелю ее. Но все же надеюсь на ее выздоровление. Кажется, на меня стали нападать слишком... Какого... Она просто стала дикаркой. В смысле, как это вообще возможно? В этот раз в умолопа. Отничала. Она взорвалась. И я, если честно, удивлен, что Машу не разнесло в колонию. Одна манька осталась. Одна бедная манька осталась. Уживать. Повел моим двум рабам самый высокий приоритет к пожаротушению. Чтобы огонь не успел перекинуться на дом. Я не выдержал и пошел охотиться на Зою. Ибо ее предательство почти закупило всю колонию. Но на удивление, Зоя смогла вырубить Машу. И побежала мстить дальше. Уже к рабыне. Которая в то время тушила пожар ладошками. Вешал отчета и пошел дождь. Потушив все возле дома. Но на этом чудеса заканчиваются. Так как рабыня не может наносить вред никому. Это ее черта. Поэтому истекающая кровью, впавшая в ярость, животное. Зоя гналась за моим последним человеком в колонии под проливным дождем. И гналась она за ней достаточно долго. Но все же к ночи ее пыл спал. Маша спасена. Под вечер уже следующего дня случилось короткое замыкание. И мой заключенный сгорел в муках. А ведь я столько времени и ресурсов потратил на него. Дальше я просто потерял весь смысл бытия. Случилось настолько много дерьма, что я решил покончить со всем. Взял Зою в заложники и посадил в тюрьму. После чего перерезал ей горло. Ведь если бы не ее предательство, возможно мы бы до сих пор были процветающим поселением. Далее я взял под стражу рабыню и тоже перерезал ей глотку. После чего отнес всех гнить на свалку. На самый конец же я оставил битву Маши против Носорога. И как вы могли понять, Маша проиграла. А Носорог опять убил моего последнего спасителя. Вот и конец второго сценария. Я не представляю, какое множество событий меня ждет впереди. И я даже боюсь представить, на что способны жители поселений. Меня ждет еще целых два этапа, которые будут намного длиннее и интереснее. Это был самый легкий этап и я успел вдоволь насладиться и проникнуться игрой. Теперь я со спокойной душой и не совсем спокойной смогу ее изучать вдоль и поперек. Надеюсь вам понравился небольшой кусочек начала развития этой рубрики. Обязательно сообщите об этом. А с вами был я. До скорых. Ну, в принципе, вполне даже любопытненько. Если бы, например, я бы хотел сейчас порубиться в RimWorld, я бы именно такой бы, наверное, видосы искал бы. На самом деле, честно скажу. Потому что смотришь иногда обзоры, на них рассказывать ненужное тебе иногда. Порой обзоры бывают вообще прям такие. Не хочется прям. Вот прям где занудно объясняют, как игра устроена, какие там классы, там все наперед. А когда вот так вот прям заманивают. Когда вот так вот рассказывают, вот такое вот развитие, всякие развилочки. Прикольненько. Смотришь и думаешь, блин, я бы в эту игру поиграл бы. Вот. Я думаю, что у многих людей это видео вызвало желание поиграть в RimWorld. Даже не удивлюсь. Вот. Что ж, ребята. Что ж, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok